здорово бойцы в этом видео мы с вами самыми первыми качественно соберем и покрасим новейший тайфун от rpg так что устраивайтесь поудобнее и также не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк и написать хороший комментарий все это помогает видео продвигаться ну а мне создавать новые качественные стройки для вас друзья ну что бойцы начнем а начнем мы естественно сходовой части из рамы вот такая вот длиннющая огромнющая деталь под названием рама и что это такое ребят это вообще что такое в 21 веке ладно отрезаем зачищаем выравниваем клеем ну да и так по всей длине рамы с баками чуть сложнее я решил их просто все зашпаклевать зашпаклевать вывести хотя как показывает практика в дальнейшем они будут закрыты кабиной и боевым обитаемым отсеком баки у нас не опущены ставим их на место а я выбрал модель с нагруженными с маляными колесами в магазине своего детства моделист на ладожской без всякого предзаказа просто в наличии подвески кто у нас будет рабочие поэтому тут и пружинки и все дела ребята я бы не стоил верить китайцам на слова они немного напортачили в инструкции например приклейте баллон сюда а он сюда не встает может быть его приклеить ниже но и давай посмотрим как это будет выглядеть в дальнейшем а еще лучше посмотреть как это будет выглядеть вообще в дальнейшем дальнейшем на самой раме и да действительно я-то был прав его нужно приклеить просто в другое место вот все будьте внимательны ну да ничего страшного давайте установим наши детали подвески на раму и полюбуемся как это все классно двигается ты собрал движок высокодетализированный ты собрал трансмиссию ты собрал всякие кондукторы редукторы только для того чтобы потом взять и закрыть это платой фототравления да 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 дам гениально ну что ребят будем собирать кабину ну конечно же будем а иначе как она не очень-то сильно детализирована в ней достаточно большое количество толкателей лечится это все шпаклевкой ну и своим собственным терпением и нервами зато колес перед ней поворачивается я-то думал не кабин не будет стыковаться она берет и нормально все стыкуется все хорошо вообще я бы даже сказал идеально вот ребят обратите внимание на зеркало заднего вида там есть такая детальюшка вот она показываю так вот значит ее в инструкции нету но это же китайская инструкция естественно но вы запомните ее вот сюда надо поставить а теперь самое время всю нашу работу закрыть бронеплитой аплодисменты всего 864 тысяч толкателей понадобилось компании рпг чтобы вытолкать обитаемый отсек тайфуна на свет божий да и здесь действительно много но в принципе томиевская шпаклевка неплохо с этим справляется но как это все зашкурить и тут так мало места а пилка такая большая а что делать что делать приложить русскую смекалку я решил положить шкурку на ребро и пройтись между рядами короче мотайте на ус и не благодарить и пришла лень и сказала мне дима приклей все сиденья сразу как-нибудь потом да покрасишь и еще я решил не вклеивать остекление и вы знаете я оказался прав их не стоит вклеивать это можно сделать самом конце и снова из рубрики очевидная и невероятная система очистки воздуха как ее предлагают приклеить китайцы из рпг вот так вот не встает на свои места но не хочет а если ее взять и перевернуть то все в общем то встает все очень хорошо и прям замечательно так что будьте еще раз очень внимательны когда ты думаешь что финал близок ты поднимаешь дверь а там толкатель ты поднимаешь заднюю стенку а тут что и тут толкатели играет печальная музыка система кондиционирования воздуха но красота посмотрите ажурные травленые решеточки вентиляторы все закрывается еще одной решеткой из фототравления мне прям очень понравилось для того чтобы придать зеркальности фарам я использую маркер от молотов но какой-то волшебство смотреть капелька и все готово рефлектор прям как настоящий красота что тут скажешь классная вещь задняя панель кстати у нас с вами рабочие открывается закрывается но лучше с ней лишний раз не играться зафиксируйте в каком-нибудь одном положении как например вот эти вот замечательные задние крылья я вот взял и зафиксировал и все хорошо а зафиксировать брызговики из фототравления помогают вот такие вот красные зажимы я их по моему взял в моделисти на сеной благо он до 10 вечера работает можно все успеть смотрите какой шагоход то крутейший получился о как приятно открывать последние страницы понимать что тебе нужно всего лишь установить смоляные колеса а делов то отпилил питатель и все все готово играет торжественная музыка ну или должна играть томиевский акриловый лак x26 нам с вами и проблесковые маячки покрасит и поворотники вот такая замечательная вещь пожалуй самая моя любимая грунтовка на сегодняшний день это мистер хобби полторы тысячи черная прекрасно ложится жутко воняет а вы кстати ребята напишите в комментариях какой грунтовкой грунтуете вы начинаем высветлять xf 55 это такой кремовый или даже светло серый цвет ну достаточно приятный цвет но это не белый не белый ни в коем случае полупрозрачными слоями начинаем его аккуратно наносить довольно такими значит широкими жирными мазками нам пока что здесь аккуратность особая не нужна но осторожность не помешает а вот теперь берем томе xf 2 ну или от мистер хобби в общем белый акрил и уже сверху самые светлые участки начинаем высветлять при помощи нашего белого цвета сразу белым лучше не работать но что он достаточно но белый к черному достаточно сильно контрастирует я решил попробовать экстрем метал от ака интерактив это по моему меня алюминий у нас здесь алюминиевый полик ну кстати ребят довольно неплохо дуется берем светло серый оттенок света серый цвет и им прокрашиваем все наши пластиковые детали это обивка дверей потолка в общем пластмассовые детали салона и кстати в обитаемом отсеке там тоже до пластмассовые детали есть теперь берем rubber black это такой черно-синий и начинаем прокрашивать сиденье да я ленивая жопа я вот решил все прокрасить прямо на модели тем более что через заднюю дверь не сильно то будет и видно что же говорить про зеленый цвет да у меня много банок зеленых всяких я на глаз намешал вообще все цвета большому счету намешиваю на глаз потому что мне так нравится и свое представление зеленым на сегодняшний день выглядит так о зеленом тайфуне посмотрел достаточно большое количество фотографий вы знаете при разном освещении они довольно по-разному выглядят в общем надувается все это тоже полупрозрачными тонами чтобы не съесть наш пришейдинг а теперь мы будем высветлять точечно высветлять при помощи краски а к интерактив ну или любого другого акрила который вы используете здесь в данном случае это русская униформа все по-нашему кисточкой от mini war paint я их очень люблю они прекрасно подходят для акрила берем и точно высветляем всякие болтики заклепочки до работа кропотливая но зато она здорово потом смотрится целом на модели она начинает играть и классно выглядеть одним словом а теперь мой любимый лак тоже мистер хобби супер клея он полу глянцевый два прохода и все готово дадим лаку высохнуть и переведем на него декали надо выгнать всю воду из-под декалей приварить их марк фитом в общем любой другой приварочной жидкостью которая вам нравится а кстати декалька есть и на приборку собственно этом все декали и заканчивается смотрите как приборная доска заиграла кстати стекла можно проработать вот такими вот наклейками от каф это типа брони стекла у нас с вами получились и вот теперь их я даже их просто без клея взял да поставил на свои посадочные места и вот так это все выглядит хотя наверно в дальнейшем попробуют все-таки задуть лаком а не пленкой из смывка смывка я взял нато натовскую смывку для натовского камуфляжа не пахучий white spirit от major models и вот так вот достаточно грубо тоже такими полупрозрачными слоями наношу эту смывочку для зеленого а я взял коричневую смывку для зеленой бронетехники от ака интерактив и достаточно грубо наношу во все впадинки в дальнейшем мы все это будем снимать опять же white spirit широкой плоской кистью где-то ватным тампончиком можете поработать где-то опять же кисточкой но самое главное чтоб смывки было умеренно чтоб она у вас не был не в не валялась лужами да не разливалась и не портила всю модель все-таки смывка наносится точечно и это самое главное закрываем модель ультра матовым лаком 183 вот такая интерактив можно просто задувать просто заливать в аэрограф и все готово ура ну что ж друзья наш парадный тайфун готов безусловно эта модель не выходного дня она требует вдумчиво и достаточно серьезного подхода надеюсь вам понравилось это видео а если так обязательно поставьте лайк подпишитесь и напишите хороший комментарий все это помогает мне создавать новые стройки для вас до новых встреч